Вопрос. Здравствуйте, Аркадий Наумович. Для меня это очень важно. Как вы и Отец относитесь к таинству покаяния, причастия, соборования, когда священник читает разрешительную молитву на отпущение грехов или семь отрывков из Евангелия на помощь в исцелении от недугов? Ну, я на всех своих занятиях говорил и говорю, причем вот у меня была возможность, когда я был гостем Ватикана, там напрямую сказать, что никакие посредники, в принципе, не нужны. То, что вы сказали, покаяние и все остальное, это ваш личный процесс вместе. Покаяться надо, потому что мы столько наделали глупостей, но это в себе. Отрекаясь и каясь, все. Кто вам еще нужно? Какой вам поп с кадилом вокруг и с свечами, и со всеми этими песнопениями, он здесь не нужен. Зачем? Лишний. Сказал из души отцу об этом, и все. Вот все и покаяние состоялось. Обряды какие? Ну, тоже я к ним отношусь, во всяком случае, к церковным обрядам очень скептически. Они отголосы каких-то, конечно, древних знаний, но они со временем превратились в обряды верия. Они сами, собственно, не понимают, что по большому счету делают. Но вместе с ним, с тем, когда мы отправлялись сюда, на землю, отец нас отправлял цегрементально чеморепьем, мы были вдвоем, он совершил лично, сам, все вот эти обряды. И помазание было, и все было. Вот при моем, ну, как бы предыдущем атеизме, да и сейчас, не религиозном сознании. У меня совершенно не религиозное сознание, потому что, ну, верить во что-то, чего я не знаю, я не могу, я верю только тому, что знаю. Но отца-то я лично знаю, поэтому я ему и верю. Понимаете, в чем разница? Верить, не понимая во что, верить в то, что ты знаешь, это разные вещи. Вот, но тем не менее, вот эти обряды отец совершил, и причем там присутствовали и святые, и ангелы, и архангелы, и там было очень все торжественно. Он так и сказал, я посылаю вас, вы посланники мои, вот эти слова были произнесены. И все остальные, так сказать, атрибуты совершены над нами. Поэтому, честно говоря, не знаю даже, как относиться к этому, потому что личностно, в силу своего атеистического, ну, как бы предыдущего опыта до 50 лет, я был полным атеистом. И только вот последние 23 года я, как бы, знаю и верю, потому что я просто, ну, личностно встретился. Тут уже совсем другое. И учился отца. Я же учился и в надзодиакальном классе, 13 класс над зодиаками. Мы потом учились в школе Христа. Его там называли деканом, кстати, интересно. Декан слов, это связанное со временем. Значит, Христос связан со временем. Вот. А потом учились в школе Создателя. Там был огромный зал, в нем стояла всего одна парта. За этой партой сидели мы с Игорем. И отец сказал, а я, говорит, кроме вас больше никого лично не учил, кроме одного человека. И, а там за его спиной есть такая доска, которая работает, ну, вот, наподобие нашего телевизора. Не сразу же возникла лицо этого человека. Мы его лично знаем. Мы с ним дружим. Мы с ним взаимодействуем. То есть, отец определил, кто третий, кого он учил лично, он подчеркнул. Это было очень серьезное мероприятие, потому что, когда мы, например, выходили из класса Создателя, там сразу же вестники спереди и сзади выстраивались, трубили в трубы и кричали, что идут ученики Создателя. И все ангелы расступались, выстраивались по бокам коридора и как бы его очень приветствовали. То есть, это было, видимо, какое-то неординарное событие, что вот ученики Создателя. Утальона тоже спрашивает. Будда и Аллах Христос – это единые сыновья Бога? Ну, Христос, Христос – это не человек, и он на земле никогда не был. Это архетип, то есть, архетип, по которому можно достигнуть богочеловеческого состояния. Иисус прошел этот путь и стал Иисусом Христом, понимаете? Он достиг богочеловеческого состояния. Теперь, что касается Магомета. Это пророк. Тут не надо путать. Мы все дети, мы все дети Создателя, но у нас есть разные функции. Вот, когда говорят, сыновья Создателя – это функция. Тут не надо путать с детьми. Мы все дети. Но когда мы в своем развитии чего-то достигаем, отец производит определенный обряд и говорит, ты сын мой. То есть, ты достиг функционального значения сына. Все дети. Но есть назначение – это как бы космическая иерархия. То есть, назначение – ты сын мой. Когда отец говорит это, то это уже выше любого архангела. Спасибо, Аркадем Ильич. Ирина задает вопрос. Четвертое измерение – это для нас ширина, высота и время. В пятом измерении какая добавляется величина? Вечность. Мы проходим четвертое измерение как туннель. Мы уже в него вошли на самом деле. Вот сейчас меняется чистота Шомана. Я об этом еще пять лет назад в книгах своих писал. Пять лет назад я об этом говорил. Потом вот стал это говорить во Франции на своем семинаре. Вдруг звонят из Пулковской обсерватории и говорят, что по их наблюдениям никаких изменений чистоты Шомана не произошло. Ну, опровержение поступило. Я не знаю уж, как я им сказал, ну, у них там какие-то свои измерения, у меня свои, я уж не знаю, как вам решать. Возвращаясь я с Франции, вот поехал в Петербург, а из Петербурга поехал в Новосибирск. А в Новосибирске мне сообщают новости. Томская лаборатория Томского университета зарегистрировала повышение частоты Шомана в несколько раз. Причем не однократное, а многократное повышение. Уже несколько таких импульсов было очень серьезных. И это все уже распространено в виде документа. И более того, там говорится, что оборудование для измерения частоты Шомана у нас в России есть только в Томском университете, а в Европе только в Словении. В Пулковской обсерватории никакого такого оборудования нет. Непонятно, почему они принялись тут все опровергать. Но теперь вот есть этот документ. Это уже, извините, научный факт. Частота Шомана, ее всплески, очень значительные всплески, зарегистрированы, специализированы. Она на это и создавала специализированные Томской лаборатории Томского университета. Владлина спрашивает, есть ли технология повышения скорости восприятия до скорости излучения света? Все эти технологии, которыми мы занимаемся, технологии развития, вот они и повышают. Это нельзя, что-то вот я это выделю и этим буду заниматься. Почему я и говорю, что путь, который предлагаем мы, это путь трудный. Это путь работы, работы очень серьезной. Несмотря ни на что, в каком-то состоянии, как ты себя чувствуешь, надо ее делать. Потому что это божественная работа. Она нам поручена. И ссылаться на то, что там как-то не так себя чувствуешь, здесь не допустимо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!